Вот. Сдвиг фаз между токами напряжения. Синий отток. Вот на этом токовом колечке там резистор. Сколько там? 12 Ом, кажется. Вот такое колечко. Вроде бы 12 Ом резисторы. Вот. А вот напряжение мерится на этих резонансных конденсаторах. Вот второй осциллограф. Вот второй щуп. Весоковольтный 1 к 100 мерит напряжение на конденсатор. Вот. И желтое – это напряжение. Вот ток, как бы получается, совпадает с напряжением. А теперь я переключу на токовое колечко, которое я покупал специально в Пермологик. Там было написано. 10 Ом резисторов. И вот тут уже какая разница. Тут уже дик фаз 90 градусов. 0.3 2001 к 100 мет assets. 10 Ом резисторы. И вот тут же дик фаз набора positives. Продолжение следует... Вот на пике пересекает. Тут середина, а тут пик. Я померил вот этот резистор. Он не 12 Ом, а 116 Ом. Его теперь поставил 1,2 Ом в резистор. Я теперь мерил вот на этом колечке ток. И когда поставил 1,2 Ом, тогда стало... Силограмма уже похожа, как и на том колечке. Уже тоже... Уже тоже... Почти на пике вот. Вот тут её вливаю как бутылочкой. И вот тут идёт. Тут вот. Тут немножко отрегулировали. Ну, либо это очки... И скажи на несколько. Немножко не по теме. Вот так вот. Когда, если вот два резонанса есть... Вот тут один резонанс конденсатор. Вот тут один резонанс конденсатор. И тут другой резонансный конденсатор. И тут кто узнает об этом, так он в теме... знает о чём тут. Вот как. Как Наиль говорил, что нужно 10-30 градусов сделать сдвиг фаз. Вот тут... Где-то есть 10-30 градусов. Тут просто любой конденсатор я поставил, уже становится... 10-30 градусов сдвиг фаз. Покручу через бутылку. Покручу через бутылку. Вот тут где-то максимально. Оттуда. И теперь я отключу на груз 60 ват лампочку. Она еле горит. Ток на первичке подрос вот на этих конденсаторах. Тут он на этом колечке. А там подрос и на этом подрос. Ну и здесь фаз остался примерно 10 градусов, по-моему. Покручу. 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 И теперь чистоту подкручу. Продолжение следует... 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 Так и без очков я и не езжу. Вот теперь эти очки по идее должны быть на верхушке, а тут они на нулевых точках. Теперь включу нагрузку. Соплак лампочка. Может есть конденсатор изглаживающий. Две фарта моему увеличил. Теперь подставайте стопор. В желтом уже трудно что-то размелькать. Больше нельзя увеличивать амплитуду. Поехали. 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 Тонкая настройка не меняется сколько я вижу в баффлак. В общем, наверно слишком маленький резистор, очень маленький, а нужный. Нужно не 10, а 100 лун, наверное, на этих, потому что тут очень много витков намотано. Попробую переключить желтый луч уже очень слаб на делителя от 10x на 1x, вот увеличилась амплитуда, и там тоже наверх надо переключить на 1x, чтобы лучше было видно. Вот примерно здесь фазы, таких 3 градусов, по-моему. Крутить частоту, тонкую настройку. Отбить фаз, чтобы никуда не убегает. Смотрю на максимальную амплитуду. Вот желтого где-то тут нулевая точка. Вот эти, они тут на нулевой точке примерно, эти вот выбросы. Амплитуды. Тут они вот наверху примерно. И вот внизу. Добро. вот вот эти вот печки это чистота моего блока питания вот еще потребление не записал 25 5 вольт и 0,57 ампер почему-то очень мало потребляет когда такой резонанс если нагрузку отключу у меня стало 1 ампер где-то 25 ватт зашкаливает как наиле и говорил что мало потребляет у него мало потребляет если так подключить как бы могла бы по футбук-факу коммуникатор подобрать какой бы вот тут у меня качер питается вот этих вот ветков 26 28 и вот если я его подключу так там транзистор очень быстро нагревается я теперь поставил D7KD D718 в общем по-моему вот этот поделка даже 2SC 5200 лучше работает сильнее раскачка вроде бы потребление одинаково вроде бы но как-то слабенько по-моему оба работают вот вот частота правда высокая 2 МГц поэтому тяжеловато на такой частоте работать вот я включаю Вот он на коллекторе гаджера транзистора, стеллограмма. Вот так включает, хочу вот это отключить, чтоб не обещали. Тут где-то 50 вольт питается, 56, да вот качер включаю, становится потребление 25,3 ампера, 75 ватт. Качер включаю, включаю. Вот он слабенький, слабенький, столько много потребляет. Тихо-холодный, ну не холодный, немножко тёплый. Вот при нагрузке 150 ватт питается почти 180 градусов. Там помойная. Как сильно боится нагрузки? Чем больше нагрузка, тем больше злик фаза. Это я подкрыл максимальную амплитуду. А вот всё равно, почему. И при той, если чистоту не трогать, тогда там вообще было. Не знаю, что и кажется. И всё, кажется, больше. Вот ещё покажу. Вот это без нагрузки. Я, кстати, не регулировал. Устроена на максимальную амплитуду с нагрузкой. И вот я теперь вкручиваю лампу и без нагрузки длинной фазы почти нет. А теперь без нагрузки подкручиваю максимальную амплитуду. и без нагрузки длинной фазы почти нет. Ну, в общем, без нагрузки длинной фазы на 0 градусов. Добавил параллельно этому конденсатору 0,1 микрофарад, ещё 0,1 микрофарад. Вот теперь битфаз такой вот с 60 ватт нагрузкой. Уже стал побольше. То есть я уже прогнозирую, что чем больше ёмкость, тем он с меньшей нагрузкой будет сильнее давать битфаз. Уже потом при малейшей нагрузке всё будет сильнее делать битфаз. Вот он даже противоколозный. Теперь откручиваем нагрузку. Он сильно не меняется. А, выкрутил. Нужно сделать, чтобы был длинный фаз нулевой. А, выкрутил. Т.е. длинный фаз вообще. Вот этот градус. Это без нагрузки. Т.е. длинный фаз нулевой. А вот тут вот. Длинный фаз 0 градусов. На другой частоте. Ну вот. Частота 12 кГц. Теперь я настроен на то чистоту, где был битфаз, что вот нудится на рыв. Частота 19 кГц. Частота 19 кГц. Частота 20 кГц. Вот то самое можно получить и без одного конденсатора. Вот я его убрал. Теперь только 1,01 мк в градус. И вот тот же длинный фаз. Без нагрузки 90-180 градусов. Вот частота 25 кГц. А так, когда совпадает дикфаз, тогда частота становится 14 кГц. А теперь, наверное, не смогу показать, потому что я поменял вот этот конденсатор, от которого частота зависит по шкулу. Вниз не могу уже пойти. Но было 14 кГц. Тогда был 0,09 фаз. Вниз. 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 Внизу. Причем нагрузить. Смотрю, что будет